МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Страшную болезнь сельскохозяйственных животных, африканскую чуму свиней. Вирус, правда, выявили не у домашней или фермерской скотинки, а у кабанов. Поддерж 9 особей в одном из охотхозяйств привел к введению карантина. Самарские спецслужбы тоже в оперативном порядке поставили заслон распространения угрозы. Сообщение о вспышке вируса пришло 20 января. Тут же проводятся два экстренных совещания при министре сельского хозяйства и председателе правительства области. Задача – не допустить чрезвычайную ситуацию на территорию региона, исполняется сперва на местах. В первые же дни мы совместно с ветеринарной службой прошли подворно, как бы сказать, и сделали прививки. Прививки от классической чумы. Реально переписали, сколько на данный момент имеется у нас поголовье свиней. Население отнеслось с пониманием. Все, как бы сказать, мы своими силами обошлись, как бы сказать, не привлекали полицию, чтобы там кто-то не пускал на свое подворье. Все люди с пониманием оказывали поддержку. В охранную и, к счастью, неугрожаемую зону попали три района области – Хворостянский, Приволжский и Пестравский. На всех территориях работают сотрудники ветеринарной службы. В Маревке же, где находится магистральная трасса, установлен круглосуточный охранно-пропускной пункт. Именно этот форпост полиция и ветеринары держат на замке. Наибольшая граница у нас проходит по Хворостянскому району. Также там было принято решение по контролю за проселочными дорогами. Там имеются также две проселочные дороги зимние, по которым также возможен проезд, если здесь мы не допустили провоза. Там также патрулируют машины ГИБДД. Не допускаем свиноуческой продукции, не прошедшей термической обработки. И свиноуческой продукции, ввозимая из первой и второй гражданных зон по африканской чумы свиней с территории Саратовской области. Трасса оживленная. Ежедневно из 64-го в 63-й регион проезжает свыше 500 грузовых машин. За три дня работы охранного поста случаев провоза продукции без необходимых сопутствующих документов не обнаружено. В Саратовской области африканская чума. Что вы сейчас везете со всеми документами? Все документы в порядке. У нас серьезная организация. Какую продукцию везете? Замороженную. Курица, свинина? Индейка. Следят за ситуацией и охотники. Сейчас они устанавливают пути миграции кабана, так как он является переносчиком заразы. Пока следов захода дикого животного в границе нашей области не обнаружено. По информации сотрудников Департамента ветеринарии, только в прошлом году в Саратовской области было зафиксировано 53 случая заражения вирусом африканской чумы свиней. И не только кабанов. Вспышки очагов АЧС у южных соседей – не единственная причина держать ситуацию на строжайшем контроле. В октябре прошлого года аналогичная ситуация сложилась на севере области, на границе Кошкинского района и Татарстана. Пункт, он работает уже. Мы, как со своей стороны, как администрация муниципального района, провели здесь освещение трассы, поставили, организовали своих тоже врачей. Я организовал глава сельского поселения, которому было поручено главой района, обеспечить, скажем так, быт тех людей, которые будут здесь дежурить, работать. Пункт, работать будет круглосуточно. Область Самарская по северному состоянию наших районов уже проходила такую примерно ситуацию. И тем более у нас африканская чума, как бы она уже на слуху. Мы с 2011 года у нас в районе, ну и также во всех районах, наверное, нашей области имеются комиссии по африканской чуме, по которым мы работаем, значит, проводили не раз учения. Эта ситуация как бы нам в теории известна, но мы сейчас вот пришлось не совсем как бы рады, но приходится применять все это дело на практике. Работа охранного поста и ветеринарного контроля будет вестись до снятия карантина в Саратовской области. Займет это как минимум месяц. Стальная армада в глубоком сне. Но если представить, что через неделю в поле, врасплох это не застанет ни одно хозяйство. Уже хорошей привычкой у аграриев стал ремонт и приведение в боеготовность техники еще осенью, сразу после уборочной кампании. Если и остались еще белые пятна, то это касается прицепного инвентаря и орудий почвообработки. Но для их подготовки, считают сельчане, достаточно недели в более теплую погоду. Сейчас, конечно, у нас такого большого напряжения в работе пока нет. Но это пока остаются считанные дни. И, в принципе, начнем уже такую реальную подготовку к проведению посевной. Потому что времени-то остается уже совсем немного. Хотя сейчас и зима, глазом не успеем моргнуть. Все, сев подойдет. Что касается по технике, знаете, как мы с осенью стараемся львиную долю техники подготовить, чтобы она у нас на зимовку уже уходила практически готова к весенним полевым работам. Если в процентном выношении так примерно считать, ну вот на сегодняшний день 80-85 процентов, значит, мы готовы. Вот что касается удобрений, значит, после 15 февраля мы начинаем завоз, потому что договор заключен на поставку удобрений. Вот они проплачены. Ну, объем в этом году такой же примерно, как и в прошлом году. Это где-то в районе 750 тонн. Хозяйство практически полностью обеспечено семенным материалом. В предстоящую весну аграриям потребуется более 100 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур. Хворостянский район, исконно хлебная житница региона, намерен увеличить площади именно под зерновые. Яровой ячмень у нас как бы готов. Мы его только конкретно еще перед посевом, отсортируем, протравим. Подсолнечник будем закупать где-то в марте месяце, в конце февраля. Изменений кардинальных не будет, только хотим попробовать кукурузу. Ну, и еще азимой третикали. У кукурузы рыночная цена стабильная, сильно не прыгает, как на подсолнечнике, например. Ну, покапризнее, чем подсолнечник. На азимой третикали тоже, как бы цена сейчас стала стабильной, и рынок сбыта тоже есть, появился. Тоже стабильный. Мы с каждым годом увеличиваем сев азимого клина. Тем более для нас, для югов. Вот у нас жесткая зона. Поэтому, значит, основной упор мы делаем на азимой. Поэтому зерновая группа, из-за того, что нормальный, значит, каленазимых культур, вот, по урожайности, конечно, я думаю, что мы хотя бы удержим, значит, планку, ну, прошлого года. Вот, что касается подсолнечника, это как тоже одно из основных, значит, культур. Вот, здесь уже будет очень многое зависит конкретно от погодных условий. Закупка минеральных удобрений в массовом порядке начнется с середины февраля. Губернские производители питательных элементов пошли навстречу аграриям, установили фиксированные цены. В рамках долгосрочных договоров будет вестись и приобретение топлива. Большинство из них заключено в сезон спада цен на ГСМ. Немножко зерно сдадим, остаются финансы, закупаем. Часть уже закупили. На весенние полевые работы нам хватит полностью. Мы стараемся не кредитоваться, ничего. Все-таки надеемся на поддержку государства. Субсидии, думаю, что будут. По гектарную поддержку основной вид субсидий в растеневодстве начнут выплачивать с середины марта. Федеральные средства поступят в регион в ближайшее время. А более конкретные вопросы, предстоящие посемной, агрария обсудит на выездных совещаниях областного штаба, которые стартуют уже на этой неделе. Убрать урожай – полдела. Сохранить его в кондиции – вот задачка посложнее. Тема зернохранилищ актуальна всегда. Другой вопрос – что хозяйство уделяет им внимание по мере времени и наличия средств. Прошедший сезон стал исключением из правил и неким прорывом. Большинство аграриев нашли и время, и финансы, чтобы вплотную заняться конечной остановкой полевой продукции. Главным мотиватором стал, собственно, сам хлеб, который выдался на славу. Вдобавок, рентабельные технические культуры тоже подстегнули отнестись дальновиднее к качеству сохранности черного золота. Например, только в Пестравском районе введено более 20 тысяч квадратных метров под важные хозяйственные объекты. В этом сельхозпредприятие подошли к вопросу комплексно. Сперва построили весовую, взамен той, что была в десятке километров от здешних амбаров. А вслед вызвали и новое зернохранилище. Первую партию зерна заложили, когда еще только были столбы и крыша. После дождливой осени поняли – не прогадали. Хотя и склад ввели, шел мониторинг поступаемой продукции по влагомеру. Какая подлежала хранению по параметрам, та завозилась на склад, какая невозможна была ее завозить на склад, то мы сдавали сразу сырую на приемом предприятия. Они там сушили, ну и дальше мы ее продавали. На их условиях. Когда нам выгнаны будут условия сдачи, мы будем сдавать продукцию. А пока она лежит, набивает себе цены. Рядом с этим складом будем строить зерночистительный комплекс и сушилку. Чтобы какая продукция будет идти, допустим, влажность в поле, она сразу будет очищаться. Еще одно хозяйство Пестравского района решилось на укропнение своих закромов из-за возросшей посевной площади. Логично. На базе возвели два капитальных зерносклада, причем завезли грунты и подняли уровень так, что возможный паводок теперь не страшен. Хотя предприятие располагает и другими зернохранилищами, именно с этим просторным помещением связывают перспективу и намерены внедрить там дополнительную опцию. Обычная стандартная форма содержания зерной продукции, но в перспективе мы там должны отделить в одном из складов участок для хранения семенной продукции, семян, чтобы не было смешивания, и сделать перегородки. А так, в принципе, все там обычное. Ну, естественно, для хранения сухого зерна. Как правило, во время уборки у нас влажного зерна не бывает, а если будет, то у нас есть сушилка небольшая, и в этом случае мы, значит, будем, конечно, доводить до влажности не более 12% зерновой продукции, чтобы она нормально хранилась. А здесь точно в сказке пещера с сокровищами открывается с помощью СИМСИМ. Автоматически. С момента получения статуса семеноводческого здешний сельхозкооператив всегда придавал вопросу хранения самое пристальное внимание и не скупился на строительство новых площадей. Выращивая элитные семена, хозяйство дорожит репутацией и не может позволить себе хранить в одном складе, например, пшеницу с ячменем или горох с нутом, чтобы не было межкультурного смешивания. Придерживаясь принципа «лучше больше да лучше», в прошлом году возвели сразу 4 мобильных ангара. В урожайные годы не умещалось зерно. То есть, прошлый год он довольно-таки урожайный год был. Поэтому пришлось строить дополнительные ангары. На будущее мы планируем еще два ангара поставить. Если спрос на зерно какой-то год, в урожайный год его, как обычно, спроса нет, поэтому зерно будем хранить до следующего сезона. У кого-то капитальные бетонные, у кого-то быстро возводимые каркасные. Почти каждое хозяйство в Пестравском районе построило новые или провело реконструкцию имеющихся зерноскладов. Вложили инвестицию на дальнюю перспективу, говорят сельчане. Новые закрома повышают и качество продукции, и в целом рентабельность производства.